Проведена жеребьевка. Русское дело номер один. Полярис номер два. Дестани номер три. На искусственном поле стадиона «Спартак» встретились команды из Зеленогорска, Иландского, Георгиевки и Филимонова, а также четыре команды из Канска. Чтобы подготовиться к играм на свежем воздухе, у спортсменов было не так уж много времени. «Буквально неделю назад вышли, как у нас на искусственное поле. Конечно, первые ощущения непривычные. В принципе, все уже не первый год занимаются. Поэтому готовились недолго. Буквально пару тренировок и поехали. Получили предложение по поводу этого турнира. В том году играли». Футбольный сезон 2018 спортсмены открыли жарко. И это неспроста, ведь в Каннске футбол имеет достаточно длинную и серьезную историю. «Девяносто шестой сезон в городе. Конечно, некоторые были пропущены из-за событий Великой Отечественной войны и других позиций. Но сегодня девяносто шестой год. Два тайма по пятнадцать минут, как всегда, традиционно. Это скоротечный турнир такой. Думаю, что в пределах трех с половиной часов закончим». Жеребьевка поделила команды так, что каннским игрокам приходилось играть друг против друга. Но это лишь подстегивало их спортивное соперничество. «Был перерыв после зимнего футбола. На сегодня ребята все с большим желанием вышли. Погода помогла. Естественно, хотим победить, выиграть. И сразу попали на сильную команду. Но это дает нам повод больше у себя поверить. Если сейчас выиграем, то проходить дальше и выиграть сегодня первое». Не обошелся турнир и без острых, опасных моментов. Игра на большом поле показала сплоченность команд. После встреч в замкнутых спортивных залах на открытом поле футболисты показали всю свою прыть. В полуфинале каннская команда «Русское дело» обошла команду «Дестони» поселка Филимонова. Каннская юность сыграла 1-1 с «Зеленогорской мечтой», но выиграла по результатам пенальти. В конечном итоге в финале встретились две городские команды. Команда «Русское дело» стала победителем турнира со счетом 2-0.